Если вы гуляете вечером по городу, вы наверняка замечали в некоторых окнах розово-лиловое свечение. Эта фитолампа освещает рассаду. Вплоть до майских праздников рассада, захватившая подоконники, это свято и неприкосновенно. Она – основа будущего урожая. Здравствуйте, с вами Александр Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». Пока рассада набирается сил, мы с вами откроем сезон поездок за знаниями и положительным опытом. Отправляемся в плодопитомник ЛПХ Макаревич, где круглый год работает школа для садоводов. Первая тема занятий – весенняя обрезка. Мы находимся около молодого дерева сливы, ему три года. После того, как мы его посадили, мы прищепнули центральный проводник для того, чтобы сформировать вазообразную такую вот раскидистую крону. При обрезке деревьев мы стараемся, чтобы побеги не росли вовнутрь, не загущали куст. И вы видите, что побегов нет, которые растут вовнутрь. Но и побеги, которые растут на концах, тоже требуют обрезки. Короткие побеги, на которых находятся почки плодоношения, обрезаются коротко на 4-5 см и превращаются в побеги плодоношения. А побеги, которые находятся на концах, мы тоже укорачиваем. И нужно знать, что если у нас побеги растут сильно, отрастают за сезон, то надо их обрезать наполовину. Побеги, которые слабо отрастают, мы прищипываем только на одну треть. Часто у садоводов на фоне обильного питания и отсутствия обрезки деревья растут очень большими, раскидистыми и требуют много площади для произрастания. И если они посажены довольно густо в саду, то они затеняют друг друга, они плохо проветриваются, и там начинают развиваться разные грибные инфекционные болячки. Мы бы вам советовали самим управлять ростом своего дерева, потому что ежегодной укорачивающей обрезкой, отгибанием веток можно любое дерево даже оставить карликом. Потому что если побеги отогнуты до 90 градусов, они вообще прекращают расти и начинают сразу плодоносить. А деревья, которые плодоносят, они растут в высоту намного меньше. Поэтому попробуйте у себя в саду поуправлять ростом дерева через отгибание веток и удаление веток растущих вверх. И отдавать преимущество, оставлять ветки, которые наклонены и растут под углом 30-45 градусов. Такие побеги меньше отрастают и лучше подоносят. И можно даже отгибанием веток, отгибанием веток, ваше дерево оставить компактным, даже карликом высотой не более 2 метров. Ветки, растущие вовнутри сухие, вырезаются полностью на кольцо без оставления пенька. Вот я вам показываю технику удаления такой ветки. Мы вырезали, пенька нету. Нам только останется взять садовым варом или масляной краской на основе олифы эту рану обработать. Ветки бывают загущенные, поэтому мы берем, удаляем часть ветки для того, чтобы убрать это загущение. И в зависимости от того, какая сила отрастания веток, часто мы ветки укорачиваем. Тонкие небольшие ветки мы укорачиваем на одну треть. Если мы ветки не укоротим, то молодые побеги будут расти на макушке. И за 2-3 года дерево сильно увеличится в высоту, и вам неудобно будет с ним работать. Поэтому все ветки мы укорачиваем. Как правило, укорачиваем на одну треть. Убираем загущение. И делаем укорачивание побега. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Напоминаю, что в начале апреля выходит второй номер журнала. Не пропустите! Он обязательно появится в садовых магазинах. А еще его можно приобрести в нашей редакции. Адрес – Народный проспект 13. Мы с вами продолжаем обучение в школе садоводов ЛПХ «Макаревич». Следующая тема – приобретение саженцев. Если вы думаете, что достаточно внимательно прочитать бирку, которую повесили на саженец питомники, вы не правы. Вы уверены, что это был действительно питомник? Сергей Алексеевич, самый большой вопрос для садоводов – где приобрести весной районированный посадочный материал, чтобы он был надежным, соответствовал нашим климатическим условиям и радовал урожаем? Я бы, наверное, вам ответил на этот вопрос так. Вы, садоводы, берите материал только там, где можно побывать в питомнике. Приехать в питомник, вас встретят, покажут посадочный материал, и вы его приобретете. На рынке, на придорожной торговле вы увидите, что все это местные питомники. Но этих питомников, как правило, в природе не существует. И если вы зашли на их сайт или взяли контактный телефон и попросились приехать в питомник, и вас категорически в него не пускают, поостережитесь брать в таких питомниках посадочный материал, потому что это перекупщики, которые привозят свой материал западных регионов, и он оказывается в наших условиях нежизнеспособный. На дороге стоит 90% перекупщики, которые привезли материал западных регионов и их перепродают. Поэтому проситесь в питомник, приезжайте в питомник, а еще лучше приехать в питомник летом, посмотреть на урожай, на плодоносящие деревья, выбрать то, что вам понравится, и потом себе приобрести. В принципе, в нашем питомнике мы специально проводим ряд занятий, в том числе и в летнее время, когда садоводы могут приехать, посмотреть на эти деревья, попробовать плоды. День открытых дверей мы специально делаем в такой период, когда максимальное количество плодов. Люди приезжают... Да, мы специально делаем дегустационный стол. Ну, а то, что продают на рынках, часто не попробуют люди, потому что эти растения с рынка не переживают даже одну зиму. Если вы не знаете, где покупать материал, вы на своих дачных участках поинтересуйтесь у соседей, у тех, у которых растут и висят плоды, где они приобретали материал. И берите материал там же, в тех местах, где покупали они, потому что раз у них есть плоды, то это местные районированные деревья. С вами программа «Сады и огороды Приморья». Сегодня мы ускоренными темпами проходим курс школы садоводов питомника ЛПХ Макаревич. Если вы хотите побывать на занятиях, смотрите расписание на сайте питомника. А наша следующая тема – заготовка саженцев винограда. Черенки, которые заготовлены с осени, необходимо нарезать на 3-4 глазка. Для того, чтобы он был длиной 25-30 сантиметров. Нижний срез делается прямо под почкой. И в данном случае мы пропускаем 2 почки. На 3 мы делаем тоже срез на высоте 2 сантиметра выше почки. Таким образом у нас черенок нарезан. Мы ослепляем нижние почки. И черенок должен стать на укоренение. Садоводам, у которых небольшой объем укоренения, лучше всего взять какую-то емкость, на дно налить воды, положить на дно поролон и прямо на воду, на поролон поставить этот черенок, чтобы нижний край, буквально 2-3 миллиметра, находился в воде. Конечно, будет очень хорошо, если вы опустите в горячий парафин кончик черенка, и он будет меньше иссушаться. После того, как он будет простоит у вас на солнечном подоконнике в тепле 2-3 недели, здесь начнут образовываться корешки. И после того, как появятся первые корешки, надо его пересадить в стаканчик. Такой же субстрат, как вы делаете для перцев баклажанов. И вы в субстрат, заглубив на 7-8 сантиметров, вы высаживаете этот черенок для того, чтобы он начал вегетировать, разрасталась корневая система. В это время может вытягиваться побег. Желательно его, после того, как он отрастет на 3-4 листика, этот побег прищепнуть, чтобы он приостановил рост, не расходовал питательные вещества на рост стебля, а питательные вещества, которые находятся в черенке, были направлены в сторону корня на разрастание корневой системы. И после того, когда наступит теплое время, это конец мая, вы, предварительно закалив его на свежем воздухе, сделав закалку, можете высаживать его в грунт, или в школку, или на постоянное место жительства. В течение сезона необходимо за этими черенками ухаживать. Когда они отрастут на 50-60 сантиметров, необходимо макушки этих отрастающих побегов прищепнуть, для того, чтобы они росли в толщину и вызревала древесина. Потому что вам необходимо вырастить к осени саженец, на котором 5-6 почек с хорошо вызревшей лозой. И у вас осенью будет свой корнесобственный саженец. Когда вы нарезаете черенок, обратите внимание на состояние верхней почки. Она должна быть крупная, хорошо оформленная. Видно, что там есть уже какой-то такой зеленоватый-желтоватый цвет, что она живая. Не надо брать почерневшие почки, такие войлочные, растрепанные, вдавленные. Там, как правило, нет живых глазков, и они потом не укореняются. Можно и раньше, потому что потом черенки, которые мы рассаживаем в стаканчик, вам придется размещать на солнечных подоконниках, где-то теплее в квартире. А если вы будете их укоренять в апреле месяце, в конце апреля, то у вас не будет сложности уже в конце мая унести их в какую-то тепличку, закалить. И срок высадки черенков в почву, это где-то ориентировочно конец мая, начало июня. Почему? Потому что должна прогреться почва и быть температура почвы 12-15 градусов. Потому что биологический ноль выше 10 градусов, и корневая будет развиваться, если температура почвы выше 10-12. Я думаю, что к концу мая надо закончить процесс нарезки черенков и начало укоренения. Нарезанные черенки можно в течение 2-3 суток вымочить, если вы считаете, что они у вас подсохли и хранились в ненадлежащих условиях. Долго вымачивать черенки не следует. Почему? Потому что вымываются питательные вещества. И определить влажность черенка очень легко, когда мы ножом или секатором сделали срез, и на срезе появляются в течение 2-3 минут капельки воды. С вами Александра Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». Я напоминаю, что в апреле выходит свежий номер журнала. Как обычно, это 68 страниц полезной информации для садоводов и дачников. Все, что не поместилось в журнале, вы найдете на сайте sadprim.ru. А мы с вами продолжаем занятия в школе садоводов. Хотите узнать, как защитить виноград от возвратных заморозков? Проблема приморских виноградников – это возвратные заморозки в мае месяце. Как правило, в конце апреля садоводы открывают виноград и делают сухую подвязку. Начинают набухать почки. К 10-12 мая они имеют длину 2-3 сантиметра. И в это время часто случаются заморозки, которые бьют цвет с побеги почки молодые не только на винограде, но и на абрикосе, раноцветущих культурах. И есть прием, который позволяет задержать набухание почек в раннее весеннее время для того, чтобы защитить виноградник от заморозков. Мы уже несколько лет практикуем. После того, как выпал снег, по снегу накрыть виноградник соломистым материалом. Этот соломистый материал будет удерживать снег до 1 мая. И мы где-то числа 25 апреля уберем эту покрышку соломистую. Постепенно растает снег, растает земля. И только почки начнут первые набухать к 10 мая, не раньше. И мы тем самым сделаем защиту виноградника от возвратных заморозков. Часто садоводы задают вопрос, а как быть, у нас же летом не хватает тепла, а мы весной задерживаем вегетацию. На что такой ответ? Мы задерживаем вегетацию в начале сезона, но в начале сезона все равно холодная земля и нет развития виноградника. И поэтому стоит задача сперва защитить виноград от возвратного заморозка, а потом другими агротехническими приемами накопить тепло. Это может быть несколько приемов. И часто садоводы делают защиту почвы пленкой, для того, чтобы под пленкой земля лучше прогревалась. А кто садит теплолюбивые сорта, сверху даже из дух, из агротекса делает тоннель укрытия, для того, чтобы в тот период, когда у нас прохладно, а это май до середины июня, виноград начал хорошо отрастать и получил дополнительное количество тепла. То есть мы сперва придерживаем развитие, а потом принимаем меры, чтобы кусты развивались хорошо. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Свежий номер журнала вышел в начале апреля. Ищите его в садовых магазинах. В журнале вы сможете прочитать про сливу, вишню и даже про березу. А в нашей программе посмотреть, какой должна быть виноградная грядка. Главное сделать, организовать гряды, чтобы был плодородный слой 40-50 сантиметров, и с этих гряд было водоотведение. И на этих грядах нужно предусмотреть, чтобы был хороший плодородный грунт, который хорошо пропускает влагу. Для этого потребуется вам хороший полуперепревший навоз, а лучше перегной, и крупный речной песок. Внеся 25-30% от объема почвы песка, около тонны на сотку навоза, вы подготовите почву для посадки. И необходимо знать, что виноградники в Приморье лучше всего удают это, когда они садятся на возвышениях, на валах, на грядах. И в последующем они не задерняются. И при проектировании виноградника нужно предусмотреть, чтобы направление рядов винограда было с юга на север. Это оптимальное расположение рядов для того, чтобы почва на этих грядах лучше прогревалась. Между рядами предусматривают расстояние от 3 до 4 метров и около 2 метров между кустами. Для дачников это оптимальные размеры для содержания виноградника. На этом наша программа подошла к концу. Читайте журнал, смотрите нашу программу, заходите на сайт satprim.ru и пусть весна будет теплой, чтобы рассада поскорее отправилась с подоконников в теплицы и на грядки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова